Следующий по графику сход граждан прошел в Бричипсинском сельском поселении, который собрал многочисленных жителей аула и представителей власти. В мероприятии приняли участие глава района Заур Хамирзов, председатель райсовета народных депутатов Александр Брянцев, а также представители различных служб и ведомств. В соответствии с традицией, глава местного самоуправления Каплан Шавгенов представил отчетный доклад, в котором подробно рассказал о текущем состоянии всех сфер жизнедеятельности аула. Акционовый период, как и озвучивалось на прошлом сходе граждан, завершается подготовка всех необходимых документов для того, чтобы парковая зона в центре аула обрела имя нашего прославленного земляка Магомета Адамовича Болокова. На сегодняшний момент остались подготовительные документы, чтобы уже окончательно можно было присвоить имя. Дополнительную информацию, конечно же, мы до всех доведем. И очень надеюсь, что в торжественной обстановке мы сделаем это мероприятие и проведем достойно. Конец весны, начало лета выделились дождливыми. Обильные осадки причинили учерб многим крестьянско-фермерским хозяйствам. Явились причинные явления режима чрезвычайной ситуации на территории Хозацкого, Голинского и Майского сельских поселений. Для предотвращения наводнения были проведены определенные работы по укреплению и определению возможных мест разлива воды с привлечением спецтехники. Ремонт дорог и безопасность дорожного движения. В результате хозяйственной деятельности отремонтированы грунтовые дороги местного значения на сумму 790 846 рублей. До конца года в целях безопасности дорожного движения на территории аула планируется установить две искусственные неровности со светофорами и пешеходными переходами. Ежеквартально проводится заседание комиссии по безопасности дорожного движения. В целях ограничения скоростного режима в полуле сей шоссей на установленные камеры фиксации скоростного режима. Проведены электромонтажные работы по установке фонарей уличного освещения и замене ламп на общую сумму 847 000 рублей. Реализация проекта по реконструкции уличного освещения по улице Садмана-Болокова. Для этого тоже предоставлена вся необходимая документация и направлена в Минстрой. Материальная помощь главы. С начала года в рамках программы «Социальная поддержка граждан» материальная помощь оказана пятерым жителям на общую сумму 95 000 рублей. Приобретено 10 комплектов для новорожденных на общую сумму 26 170 рублей. 21 юбилярда с их возраста 80 лет и выше получили поощрение на общую сумму 42 000 рублей. В спортивном плане в ауле довольно неплохо развита спортивная инфраструктура. В ауле расположены два футбольных стадиона, зал по настольному теннису, зал для занятий боксом и другими видами единоборств. Функционирует спортплощадка, которая включает в себя футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки с искусственным покрытием, беговые дорожки с установленными уличными тренажерами. В этом году школьники и сельская молодежь принимали активное участие в множествах соревнований, в частности по футболу, как зимнее первенство района по футболу, кожаный мяч. В результате сельская молодежь по итогам турниров заняла по числу призовых мест. Первое место в зимнем первенстве и второе место в российском турнире «Кожаный мяч», который проходил в городе Волгоград. Помимо этого, воспитанники тренеров по единоборствам являются победителями и призерами многих соревнований в разных регионах страны. В День защиты детей 1 июня в центре «Улана» на бесплатной основе были установлены аттракционы с угощениями. Дети с удовольствием посетили их. Традиционно в ноябре месяце в городе Майкопе состоится всероссийский турнир по панкратиону в честь нашего земляка, героя Советского Союза Алии Исуфовича Кошева в сфере культуры. Команда представителей нашего облах принимала участие в таких культурных мероприятиях и конкурсах, как День художья, День дырквы традиционно. И наша команда заняла множество призовых мест в обоих конкурсах. Весной завершены съемки проекта «ТАКСА». Проект посвящен столетию государственности Республики Адыгея. Цель проекта – рассказать об истории аула и проживающих родов. Семь родов приняли участие в проекте. Полная версия проекта размещена на YouTube-канале. Весной на территории родника установлены камеры видеонаблюдения, чтобы следить за порядком на территории. И на территории же родника высажены 54 корня плодовых деревьев разных пород. Санитарное состояние аула. В текущем году администрации поселения совместно с работниками бюджетной сферы, депутатами и жителями аула проведено множество свободников по наведению санитарного порядка на территории поселения. Регулярно проводятся мероприятия «Чистый четверг». Несмотря на это, регулярно, можно сказать, в разных местах появляется различный мусор, уборкой которой вынуждены заниматься работниками администрации и неравнодушными жителями аула. Надеемся на сознательное отношение жителей аула к вопросам санитарного состояния своих преддомовых территорий и территорий нашего аула. В этом направлении составлено 11 протоколов за ненадлежащее санитарное состояние преддомовых территорий. В этой связи хотел бы очередной раз обратиться. Многие из нас посещают все известные места, тот же родник, другие места на природе. Я не думаю, что особую трудность вызывает вопрос, чтобы мусор, который после посещения тех или иных мест, можно забрать в тот же пакет, в котором подвезли все ясно угощения. Можно убрать с собой, привезти домой. Каждую субботу в экоцентр забирать мусор. Никаких проблем в этом направлении я лично не вижу. Еще раз обращаюсь и очень прошу, чтобы не допускать таких вещей. На территории сего года проводятся работы по улучшению наборов в трубах системы водоснабжения. Проведена замена губинных насосов на более мощные. Ситуация с набором воды в трубах улучшится, когда на территории школы будут пробурены две новые скважины. С этой целью проведено инструментальное обследование скважин специализированной организацией, которая показала неработоспособность скважин и необходимость полного капитального ремонта и реконструкции губинных скважин. Готовится депутатский запрос на эту тему в Минстру и Республике для положительного решения вопроса. В своем докладе глава поселения затронул ряд важных вопросов, которые необходимо разрешить в ближайшем будущем. Он особо подчеркнул проблемные аспекты, требующие немедленного внимания. В следующем году планируется капитальный ремонт школы, замена кровли издания администрации поселения, участие в программе инициативного обучирования. В конце доклада хотел бы озвучить проблемные вопросы, которые имеют место быть сегодня на территории сельского поселения. Это в первую очередь безопасность в дорожном движении, управление автотранспортными средствами в состоянии опьянения. В этом году 4 человека лишены права управлять автотранспортными средствами за аналогичный период прошлого года в 8. Наблюдается снижение в этом направлении. Помимо этого, бурение скважин для улучшения качества предоставления услуги по водоснабжению жителей области, которые я озвучил ранее. В заключении хотел бы поблагодарить главу Республики АДГ Мурата Корабевича Кумфилова, главу района Завора Скорбевича Кумфилова за поддержку наших начинаний, наших руководителей предприятий и организаций всех форм собственности, депутатов, за помощь населению и администрации поселения в работе. Все мы увидим, какие преобразования в угле произошли и происходят в последние годы. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, взаимопонимания, мирного неба. С подробным докладом о состоянии оперативной обстановки выступил участковый полномоченный полиции, закрепленный за данным участком. С начала 2023 года на обслуживанной участке оперативная обстановка остается стабильной. Всего на профилактическом учете на административном участке номер 66 состоит граждан. Условно осужден 1, ранее осудимых 8, наркоманов 0, хронических алкоголиков 0, административный надзор 3 человека, формально подпадающих под административный надзор 0, семейный дебошир 0, лиц страдающих психическими расстройствами 1 человек, несовершеннолетних состоящих на учете 0, неблагополучных родителей 0, лиц привлеченных в ответственности по статье 264 КРФ. За отчетный период на территории административного участка номер 66 совершено 6 преступлений по состоянию на 02.11.2023 года, по которым были установлены лица, совершившие преступление. Выявлено в 2023 году административных правонарушений различных составов по линии службы УП-14. За отчетный период мной было рассмотрено 43 материала, зарегистрировано в УСП, одно обращение граждан, по которым принято решение в соответствии с действующим законодательством, с уведомлением заинтересованных лиц. Проблеме дорожной дисциплины было посвящено выступление начальника отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский. Обратиться к жителям Чепсинского сельского поселения. Большая просьба соблюдать правила дорожного движения. Лишенок права управления у нас в Чепсинском сельском поселении достаточно много. К сожалению, из года в год статистика не уменьшается, с которым мы проводим профилактическую работу по недопущению повторного управления транспортным средством, за которое влечет уже и уголовная ответственность. Есть люди, которые и привлекались к уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством, будучи лишенным. Поэтому хотел бы обратиться ко всем жителям. Особо соблюдать правила дорожного движения, не управлять транспортным средством, в состоянии алкогольного опьянения, не давать своим детям пользоваться транспортным средством без права управления. Это тоже штрафы не маленькие, на водителя от 5 до 15 тысяч, а на родителя 30 тысяч штрафов. Глава района Заур Хамирзов подвел итоги схода, отметив положительную динамику развития бличепсина. Он также обратил внимание на существующую проблему аварийного вождения, которая актуальна не только для аула, но и для всего Кашхамского района. В плане развития поселения Заур Аскорбевич назвал замену водонапорных башен строительства физкультурно-оздоровительного комплекса и капитальный ремонт местной школы. Он отметил, что по этим направлениям уже проводится целенаправленная работа. Глава района также призвал органы местного самоуправления и жителей поддерживать сотрудничество при решении вопросов развития аула и активно участвовать в федеральных и других программах, предоставляющих возможности для граждан. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...